Музыка Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я вам хочу предложить рецепт очень интересный. Это рецепт армянской готы. Готу по этому рецепту мы готовим на праздники. У нас очень мы это любим. Это, как мне кажется, очень вкусное лакомство. Так что сегодня я хочу с вами поделиться этим рецептом. Рецептов на самом деле у нас очень много. И вот этот рецепт один из них. Что нам для этого нужно? Хочу вам сказать, что Готу мы будем готовить опарным методом. Что это значит? Сначала будем готовить опару, а потом только дальше будем замешивать наше тесто. Для опары я тут взяла 200 мл молока. Молоко у меня тёплое, я подогрела. Вообще для рецепта в целом нам нужно 700 мл молока. И вот я из этих 700 мл взяла 200 мл. Добавлю сюда сахара, 1 столовую ложку чуть больше. Добавлю сюда пакетик дрожжей. Чуть больше возьму пакетика, потому что у меня вот этот пакетик предназначен на 500 грамм муки. Всё, хватит это. Это хорошенько перемешиваем. Молоко нужно обязательно тёплое, но не горячее. В горячем молоке наши дрожжи погибнут. Поэтому температура молока очень важна, чтобы температура была правильная. И сюда уже добавляем 3 или 4 столовые ложки муки. По консистенции опара наша должна быть, как густая сметана. Если комочки останутся, не переживайте. Они потом в процессе разойдутся. Я добавила 4 столовые ложки с горкой. Больше не надо. Вот, по консистенции. Всё, это оставляем в тёплом месте подниматься. Там может пройти, понадобится нам минут 30-40, а то и час. Это уже зависит от качества дрожжей и насколько у вас место тёплое. Так вот, у меня моя опара подошла. Прямо вообще очень сильно. Сейчас что будем делать? Будем дальше замешивать наше тесто. Берём 500 грамм муки. Вот я тут отмерила 500 грамм. Но тут я намного больше взяла. Где-то килограмм муки здесь. Для начала мы берём 500 грамм. И потом, по мере необходимости, будем добавлять. Какие ингредиенты нам нужны для теста? Это мука, 3 яйца, 150 грамм масла, 50 мл подсолнечного масла, 50 мл водки и 500 мл тёплого молока. И щепотку соли. Так, сюда добавляем щепотку соли. Ну, где-то пол чайной ложки. У меня вот такая маленькая ложка, поэтому... Сюда добавляю я уже тёплое молоко. Не горячее, а тёплое. 500 мл. Так, сюда добавляем... Нет, опару нашу. Так, сейчас хорошо мы вот это всё с опарой вместе перемешиваем это всё. Хорошенько. Вот видите, тут у меня 500 грамм муки было, но видно, что муки ещё надо и надо. Где-то, наверное, 300 грамм, это точно. Так, сюда добавляем 50 мл водки. Так, 50 мл растительного масла. Так, и по чуть-чуть уже будем добавлять муку. Много не надо. Лучше по чуть-чуть, но... Чтобы с мукой не переборщить. Потом тесто у нас будет такое сильно крутое и не очень хорошее тесто получится. Вот так, по чуть-чуть порционно будем добавлять и посмотреть по консистенции теста. Винтик уже мне не нужен. Возьму деревянную ложечку. Ложкой уже спокойно, хорошо, удобно. А масло вот это. Масло нам нужно 150 грамм в тесто непосредственно. Ещё грамм 70 пойдёт на прослойку. Будем прослаивать наше тесто. То есть у нас ГОТА будет как бы уже слоёное. Это рожевое слоёное тесто будет. А вот это кардамон и другое масло. Сахар и мука. Это уже у нас будет начинка. Хорис по-нашему. Или же штрейзельная крошка. И вот это масло я сейчас порционно буду сюда вводить и месить хорошо, домешивать. Муки видно, что маловато ещё. Всё, я переложу тесто уже на стол и на столе буду дальше вымешивать тесто. Всё же на столе удобно. Вот такая консистенция у меня. Уже буду по чуть-чуть муки добавлять. Совсем немножко. Подсыпать. Ну, пока на первом этапе у нас такое липкое тесто. Это понятно. Мы будем месить и месить. Вот так вот, как бы складывать тесто. И муку по чуть-чуть будем подсыпать. Совсем немножко. Ну, если вам сложно будет работать, ну, особенно для тех людей, которые вот с тестом, как бы, не часто работают и, как бы, не любят работать, ну, можно немножко на руки намазать растительное масло. И таким образом вы облегчите вашу работу. Так, смотрите, что мы делаем. Вот так раскрываем наше тесто. У меня тут 200 грамм. Я возьму 150 грамм. У нас так, по рецепту, 150 грамм. Вот так вот намажу в центре тесто. Вот так буду складывать и месить. И месить хорошо. Пока первая порция вот этого масла полностью будем вымешивать в тесто. И потом добавим остальное. Таким образом мы должны все 150 грамм масла вводить в наше тесто. Так, тесто мое уже готово. Смотрите, уже ни к рукам, ни к столу не прилипает. Спокойно можно уже взять. Так, вымешивала я тесто минут 20. По чуть-чуть подсыпая мукой. Вот так. Всё, на этом этапе уже я положу тесто в большую ёмкость. И оставлю в тёплое место на подъём. Я сюда налила немножко растительного масла. Вот так намажу дно и бока. Всё. И положу тесто в эту мисочку. И отправлю в тёплое место. Час, полтора, два часа. У кого как. Смотря это тёплое ли у вас помещение или нет. Ну, некоторые ставят в духовку. Духовку разогревают 30 градусов и ставят там. Ну, я так буду оставлю на столе, на кухне. Пусть так поднимется. Сверху надо закрыть плёнкой пищевой. И подождём, пока тесто поднимется. Так, у меня вот так тесто поднялось. Смотрите, как хорошо увеличилось в обёдне. Сейчас я вот это тесто переложу на стол и буду обминать. Так, муку добавлять не надо. Вот так обминаем. Как бы складываем тесто. Видите, какие пузырёчки, сколько их. Так, хорошенько обминаем. И будем делить тесто на ровные части. Ну, желательно на ровные. Я возьму весы и поделю на весах. Посмотрю, чтобы было ровно. Я возьму весы и поделю тесто на, наверное, 4 или 5 частей. Сейчас посмотрим. Ну, на самом деле, вот количество, да, на сколько частей нужно поделить, это зависит, насколько вы хотите там больше или меньше, чтобы у вас года получилось. Вот тут у меня 586 грамм. Наверное, я вот так и оставлю, потому что мне нравится, когда гота немножко такая большая, круглая. Всё же большая гота, это красиво выглядит. Ну, тут чуть больше получается. Немножко я сниму. У меня получается где-то, наверное, 4 штукки, не больше. Так, мы так возьмём поднос какой-нибудь. Ну, постарайтесь никой не пользоваться. На этом этапе это уже не нужно. Даже нет необходимости, видите. Так, что мы делаем дальше? Возьмём кусочек нашего теста. Раскатаем небольшой пласт. Так, всё же муки чуть-чуть, наверное, нужно. Или возьмите растительное масло. Ну, я, наверное, немножко припорошу. Мукой, совсем немножко. Раскатаю в прямоугольную форму, но не сильно тонко. Всё. И тут уже я намажу сливочным маслом. Масло должно быть комнатной температуры, то есть очень мягкое. Но это делать буду вручную. Так удобно. Руками. Количество масла зависит от того, как вы раскатали пласт. Если тонко и большой пласт, то, естественно, масла уйдёт у вас очень много. Теперь вот это мы свернём в рулет. Вот сюда края защипываем. Вот такой жгутик у нас получится. Этот жгутик мы закручиваем в форме улитки. И так ставим на расстойку. Также я буду делать все остальные кусочки. Вот мои заготовки уже готовы. Я сверху покрою такой плёночкой. Можно пищевой плёнкой. Это тоже пакетик. Я вот так отправляю. Оставляю на расстойку. Там, я не знаю, минут 30-40. Посмотрим, как увеличится в объёме. Можно закрывать сверху чем-нибудь. Какой-нибудь тёплой вещью. Одиалой или с чем-нибудь. И оставляем так на минут 30-40. Так, пока я оставила наши заготовки на расстойку, готовим начинку. То есть, по-нашему, это хорис. Что нам для этого нужно? Я взяла 100 грамм масла комнатной температуры. Оно у меня очень мягкое. 150 грамм сахара. У меня сахар тут тростниковый. Немножко. Вот 130 грамм тростникового сахара я взяла. И 20 грамм я добавлю обычного сахара. Ну, если у вас нет тростникового сахара, это ничего страшного. Возьмите такой обыкновенный сахар. Просто с таким сахаром вкусно получается очень. Тут у меня 2 стакана муки. Так, нам нужен коньяк. Или, если это при желании. Нет у вас, ничего страшного. Такая специя есть. Кардамон. Вот для тех, кто не знает, покажу, как это выглядит. Это вот такие семена в скорлупе. Их надо разломать. Оттуда выходят маленькие горошины. Их надо растереть в ступе или где-нибудь. Они твёрдые. Мелкую пудру почти. Вот я тут уже подготовила. И цедру половины лимона. Сахар, масло и муку будем тереть. Всё. И тут у меня 2 стакана муки. Такую крошку будем тереть. Я пока муку полностью всё не добавила. Посмотрю по консистенции. Нужно будет добавить. То есть, все вот эти специи, это по желанию. Хотите, можете добавлять. Нет, можно взять, оставить только сахар, муку и масло. И количество сахара тоже посмотрите. У нас в тесто вообще сахара нет. Тесто у нас не сладкое. Поэтому, если кто любит сладкое, добавляйте много. Ну, на ваш вкус. Вот такая консистенция должна быть. Всё. Муки больше добавлять сюда не надо. Сюда добавлю специи. И буквально 25 мл коньяка. У меня коньяк. Вы можете взять, не знаю, бренди. Или водку просто. Или вообще ничего. Всё. Наша начинка готова. Пока я вот тут готовила нашу начинку. Смотрите, я тут поделила приблизительно на ровные части. На 4 части. У нас же наших заготовок 4. То есть, мы это поделим на 4 части. Наши заготовки быстро, они очень подошли быстро. Потому что, когда тесто уже отправляется на расстойку второй раз, оно уже подходит очень быстро. Что мы делаем дальше? Смотрите, как пух. Прямо вообще. Раскатаем тесто. Опять же, на прямоугольный пласт. Но тесто у нас очень нежное и очень тонкие слои у нас получаются. Смотрите, какие пузырёчки. Поэтому нужно поаккуратнее с тестом. Растопила я тут 50 грамм сливочного масла. Раскатать сильно тонко тоже не надо. Сюда намажем уже, простите, ой, сливочное масло нашим. Совсем немножко. Сюда распределяем ровно начинку. Вот сюда от края можно немножко отступить. Количество начинки, опять же, пожелаем. Но сильно много тоже не стоит. Если у вас много начинки, начинка утяжелит тесто. Поэтому всё в меру. Раскатаем, опять же, рулет. Вот эти края защипываем. Защипываем вот эти края. Подкатываем немножко наше тесто. И опять же, сворачиваем улитку. Вот так. Я отправляю нас на расстойку, опять же. Вот этот кончик можно подвернуть вниз. Вот так. Положите друг от друга в дистанции, потому что они вот в процессе расстойки сильно увеличиваются. Так я сделаю со всеми. Всё, я вот готова уже доделаю последнюю нашу заготовку. Вот как вы начинаете вот последнюю вот эту улиточку, вашу последнюю заготовку делать. Духовку надо включить 200 градусов. Духовка вот эта должна... Вот это тесто любит горячую духовку. То есть 200 градусов как минимум. Если у вас слабая духовка, возьмите 210-220 градусов. Мы это вот так оставляем, опять же, на столе, на расстойку. Ну, закрывать ничем не надо, потому что это уже второй раз подходит, уже третий раз подходит это тесто. Это буквально минут 10-15. И надо будет уже ставить в духовку. Сверху мы намажем яичным желтком. Можно разбавлять желток молоком. Или же, если вам жалко выбрасывать белок, возьмите целое яйцо. Ничего страшного не будет. Я тут взяла желток один. Сюда добавлю столовую ложку молока. Ну, чуть больше. Аккуратно со всех сторон, чтобы там у нас всё зарумянилось. Красиво. Как я уже сказала, духовка у вас должна быть заранее разогрета. Я это ставлю снизу, второй ярус в духовке. Первые 10-15 минут можете оставлять температуру. Если вы увидите, что у вас духовка сильно печёт, там можно немножко убавить градус. Делайте 190, допустим. Всё. Это я уже ставлю в духовку. Вот такая у нас красивая, очень пышная, армянская гота получилась. Это праздничная гота. Мы эту готу готовим на каждый праздник. Я это готовила по рецепту своей свекрови. Она готовит по этому рецепту уже лет 30, а то и больше. Так что готовлю я это не первый раз. Вот такая у нас загота. Смотрите, внутри очень пышная, очень слоистая. Вот сюда посмотрите. Хотя она ещё тёплая, по-хорошему в тёплом виде, а то порезать в ней не стоит. Но я вам хочу показать вот тут слои. Смотрите, настолько слоистые. Такая очень-очень пышная гота. Великолепная. Видите? Тесто просто изумительное. И запах вкусно вообще. Так что готовьте. Я уверена, что вам очень понравится этот рецепт. Это на самом деле очень нарядно на праздничный стол. Это просто беспроигрышный вариант. Попробуйте, приготовьте. Если кто-то попробовал, приготовил по этому рецепту, напишите мне в комментариях. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем приятного чаепития. До новых встреч!